всем привет вот решил снять небольшое видео по поводу пробойников значит в чем вопрос вопрос в том что все пробойники постараюсь это снять аккуратно они как бы следят оставляет следы вот задался целью как тошна до этого избегать тут видно и нашлась подсказка вот такие вот маленькие палочки их применяют те кто делает маникюр педикюр то есть в косметологии эти палочки из не просто дерева а из апельсинового дерева есть и кривые тут и косые но дело не в этом дерево достаточно упертая и этот штук пять умятин уже заколотил они вот такие палочки заостренные с обоих концов ну это я думаю ни для кого не проблема вот заточил как мне надо и поработал конечно это пробный так сказать вариант но он работает и следов практически я вот тут видно на видео я работал пробойниками вот такими вот это made in china они жесткие хорошие работают очень хорошо следят несмотря на то что поверхность довольно таки чисто и здесь так сказать кончик я тряпочкой вытирал но они все равно следят вот это достаточно хорошо вот видно конечно с этим бороться можно взять зашкурить там двухтысячкой трехтысячкой полирнуть и все но вот этого можно избежать если пользоваться вот таким наконечником вполне возможно что из других видов дерева можно наделать такие же наконечником просто мне попалась говорится эта информация сбоку как говорится видно вот здесь здесь очень хорошо видно вот в тени что они следят а рядом вот рядом я пробивала еще сейчас пробью этот участок это дерево не следит вот такая небольшая зарисовочка кому интересно возьмите себе на заметку может кто-то знает другие виды дерево с чего можно тоже делать ну как бы очевидно что вот такие пробойники деревяшечные они не следят и довольно хорошая упругая как говорится упертое дерево они достаточно долго могут служить и себестоимость там копеечная не что-то там рублей по пять или по шесть продаются неплохая альтернатива вот собственно и все всем привет пока пока удачи продолжить тему пробойников вот учебно-тренировочный капот видно что тут в принципе все ровно сейчас надергаем клеем плюсиков больших и небольших и попытаюсь снять и морщем вот я опять же беру те же пробойники вот она апельсиновый вот он не знаю еще с какой-то деревяшки сделал вытащил у нас тут ребята есть у кого токарные станки потом вот взял это едальные палочки из бамбука вот обрабатывается в принципе все это довольно легко но что я хочу показать я хочу провести сравнительный тест то есть бамбуковая палочка вот он апельсиновая и это непонятно тоже какая-то деревяшка ситуация такая что все эти палочки продолжают следить кроме вот этой вот апельсинки получается что лак у нас мягкий на нем остаются следы потом это все надо убирать полировать и так далее ну чтобы сократить время работ вот на мягких лаках в данном случае это мягкий лак получается у нас вот есть смысл применять эти палочки я сейчас покажу как говорится тест что и как это делается уже в более развернутом виде ну вот взяли первые попавшиеся грибки тут вопрос не в том какие грибы какие будут шишечки надергаем шишек и начнем их тестить забивать и снимать то есть я попытаюсь разобраться почему одно следит другое не следит и как это все делается забивается ну вот вот они грибочки вот она у нас поверхность явно видно что надерганы хорошие плюсики сейчас я очищу и покажу более подробно продолжаем поверхность перед тем как клеится чуть шлифанул чуть полирнул видно что никаких следов допустим от пробойников как вот здесь вот их не видно ладно продолжаем дальше вот видно начинаем забивать уберем вот эту часть даже вот эту и забиваем вот этим вот пробойничком который сделан с апельсинового дерева вот смотрим вот здесь была шишечка маленький мальчик так маленький такой наклепчик конечно есть но еле-еле он прослеживается то есть жесткость вот этого дерева достаточно хорошо подходит для пробивания выпуклостей на таком лаке вот сейчас возьмем для примера вот такую вот штучку это обыкновенные палочки для в общем в японских ресторанах все что с этим связано эти палочки сделаны из бамбука естественно все это тоже под заточено слегка под шкуреном мягенькая шкуркой чтобы можно было как говорится увидеть результат вот сейчас будем вот эту делать рядышком продольную такую шишечку забивать вот этой деревяшкой ну вот смотрим что вот в этом месте мы забивали попытаюсь увеличить не очень хорошо видно поверьте немножечко следы такие есть но в принципе тоже тест пройден вот третий наш как говорится кандидат не знаю с какого дерева но тоже жесткого дерева сделано вот работаем вот таким огрызочком как видно вот в этой части вот небольшие вот они такие косточки присутствуют но достаточно они малозаметные но их вот видно то есть этот пробойник жестковат для этого лака ладно ну и три кандидата немец американец и китаец начнем с немчика вот в этом месте будем делать крайнюю правую забивать вот эту вот часть вот пробилась как видим немчик справился очень даже хорошо то есть это говорит о том что этот вид пластика очень хорошо работает на мягких лаках и немец получает пятерочку дальше берем вот этот пробойник и делаем в этом месте вот вот тут у нас три их осталось делаем вот эту вот он этот пробойничек дт2 очень четко отчетливо видно что его жесткость вредит лаку остался ну так называемый наклев и вот я покажу он довольно таки чистенький полированный наконечник просто его жесткость не соответствует этому виду лака еще один кандидат у нас это китаец вот китайцем сделаем вот эту вот тоже пробьем опять же он чистенький у нас вот никаких стружек опилок или песчинок здесь на кончике нету смотрим дальше сейчас попытаюсь снять чтобы было видно вот он дт2 вот он наш китаец он следит гораздо меньше вот но все равно он следит вывод для каждого вида лака лучше иметь свой пробойничек подобранный вами опытным путем который вас устраивает дабы уменьшить время работы то есть да это в принципе все можно шлифануть лак полирнуть и таких дефектов не будет но смысл копейки стоят эти пробойники самодельные вот их можно наделать кучу поэкспериментировал с породами дерева и прочим вот ну в данном случае вот это вот апельсинка так я ее назвал апельсиновый пробойник мягко очень работает и не повреждает дерево дерево не повреждает лак очень четко хорошо ну и опять же немчик немецкий пробойничек справился то есть он как раз подходит для таких мягких лаков вот хорошо справляется вот потому что вот такие вот дефекты но они как бы не красят работу поэтому есть смысл наделать разных пробойников под разные лаки и ими пользоваться во благо вот такая маленькая зарисовочка ну это для меня скажем было открытием кто-то это знает и пользуется но я решил этим поделиться всем удачи и до встречи все